Доктор Михаил Уайтман И в этой главе мы с вами прошли, одна передача у нас была по поводу этой главы, мы говорили, как Зор к этому относится, как большой комментарий относится к этой главе, а сейчас мы приступаем непосредственно к ней. Но прежде я все-таки хотел бы, как бы последний такой завиток из большого комментария. Ну, это глава о законах взятого приношения. И вот в большом комментарии написано так. Когда творец из всего народа призвал только Муше и никого другого это означало, это как бы от творца идет. Муше, я знаю, ты огорчен тем, что лишен возможности внести, как все остальные, свой вклад в строительство шатра завета, но знай, что у тебя другая задача, более важная, чем у них. Их работа закончена, твоя сейчас только начинается. Я призываю тебя в шатер, чтобы дать тебе наставление о жертвоприношениях, которые ты разъяснишь и передашь потом народу. Твое обучение народа Тори милее мне, чем их золотые и серебряные приношения. Да. Ну, просто это работа на следующем уровне. Ну, это как обычно человек, когда строит дом или когда уже начинает в этом доме делать что-то, жить как человек. Так строительство дома – это простая работа, которую выполняют обычно люди, строители. А внутри дома можно производить любые другие работы более высокого порядка. Так и здесь. Наша работа, она ведь зависит от уровня эгоистического, над которым мы работаем. Ноль, один, два, три, четыре, пять уровней. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый. Так вот, работа Муша – это последнего уровня, самая высокая. Пятый уровень. Пятый уровень, да. Она расходится еще на много других уровней, там Коэн и Леви и так далее. Все, что он делает, человек своим этим высшим желанием, которое называется Муша. А более низшие желания, низшего порядка, третьего порядка – это те, которые строят дом. Еще более низшего порядка – это те, которые на работах вокруг и так далее. То есть, вот так вот постепенно. Поэтому каждый уровень относительно другого – это совсем иной духовный уровень. В духовном мире, когда человек проходит эти работы, у него другое постижение. Мир Асия – самый низший уровень, это уровень выполнения. Асия в переводе в действие. Да, в действие. Затем Ецера – это уже создание. Это здесь Бицалель входит, наверное, в этот уровень. Да. Потом уровень Брия – это уже сотворение, когда он становится партнером по сотворению. И затем Ацелут, когда он входит уже в намерение. Вот эти четыре вида работы, постепенно поднимаясь по ним, проходит человек в своей духовной общей работе. И самое высшее – это, конечно, уровень Муша. Вот я сейчас упомянул Бицалеля, я хочу спросить. Уровень желания наше под названием Бицалель заканчивается здесь. Или нельзя так сказать. То есть, построен, грубо говоря, дом. Теперь надо заниматься его очисткой, как я понимаю, Муша, работать сейчас по очистке этого дома. Это жертвоприложение? Или я не прав, может быть? Нет, очистки нет. После того, как все построено, начинается работа с самим этим инструментом. После того, как создан инструмент, начинает с ним работать. Вот все вот это вот, это шатер, двор, который окружает, все внутри, это утварь, как бы все это. Это элементы души человека, это не материальные предметы. Это элементы души человека, которые уже исправлены и находятся между собой в соответствующей связи. Когда собраны чувства и мысли, намерения в особой пропорции. И человек четко направлен на то, что все его желания и мысли находятся на отдачу обществу через общество на Творца. Так как сказано, от любви к ближнему к любви к Творцу. Иначе любовь к ближнему не принесет никакой пользы, и иначе не достигнешь цели, потому что это Творец. То есть в любом случае, куда бы ты ни повернулся, ты должен соблюдать эту цепочку. Значит, через любовь к ближнему, к любви к Творцу. Так вот, когда собраны все инструменты, когда все это создано, когда собрана вся схема, она проявилась в человеке. Все его чувства, все его мысли, все его соотношения со всем окружающим. Ведь это имеется в виду группа, народ, общность людей, маленькая или большая. Это и есть душа человека. Да, это и есть душа человека. В нашем мире это как бы овеществляется в людях, но это все... Человек, когда начинает с этим работать, он чувствует не людей, он чувствует их внутренние мысли, желания. И если он, вопреки своему эгоизму, начинает соединяться с ними, он чувствует, что появляется здесь сопротивление, исправляя это сопротивление, злое начало так называемое, он начинает ощущать Творца. И вот это вот и есть явление Творца в шатре Завета. Что в данном случае работа Муши, жертвоприношения? Вот это он сказал, у тебя есть важнее работа, ты сейчас займешься законами жертвоприношения. Вот есть этот дом, есть душа. Муши – это та часть нашей души, которая находится в контакте с Творцом, и через которую мы получаем все указы, приказы, раскрытия, исследования, все, что нам необходимо для того, чтобы уподобить себя Творцу, поднять себя на тот уровень отдачи, любви, познания, на уровень Адама, на уровень Древа Познания. Ну тогда вот с этой стартовой точки мы сейчас потихонечку пройдем эту главу. Она, в общем-то, с одной стороны, непростая, с другой стороны, вы так объясняете, что просто будет все. И призвал Муши Бог, и сказал ему из шатра откровения, говоря, «Обратись к сынам Израиля и скажи им, когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву Богу, то есть скота крупного и мелкого, приносите жертву вашу». Начинается глава. Как только возникает в человеке возможность, что он здесь желает. Да, что же он здесь желает? Желает, потому что ты идешь против себя. Это не просто взять и заколоть какую-то скотину, как сказано. Это свою собственную скотину. То есть желания человека, которые состоят из четырех уровней, неживые, растительные, животные и человек. Если эти желания мы можем поставить на пользу обществу абсолютно альтруистически, без всякой отдачи себе, когда все твои желания, цели, помыслы, они только находятся в них. Ну, нечто подобное, как мать к своему дитя. Вот только ему больше ни о чем не думает. Правда, это эгоистическое, естественно, в ней желание. Так вот, когда человек может таким образом настроить себя, но это длительная работа в обществе, в группе и так далее, с изучением, привлечением света, который тебя исправляет и так далее, это целая техника. Но когда человек доходит до такого уровня, то он постепенно приносит части своего желания уже со стороны получения на сторону отдачи. То есть, есть такие во мне желания, в которых раньше я пытался получать для себя, какие-то выгоды и за счет других, неважно как. А теперь, работая по определенному этой методике, свет воздействует на меня, он меняет во мне эти желания с эгоистических на абсолютно альтруистические. Не альтруизм нашего мира, но в предыдущем так мы это назовем, потому что других слов-то у нас нет. Но надо понимать, что это абсолютная отдача и любовь к ближнему без всяких выгод для себя. Когда в человеке начинает уже работать эта ступень, то тогда он, что называется, приносит жертву. То есть, отрывая от своего эгоистического желания кусочки, он его переводит на альтруистическое служение другим. И получается жертвоприношение, что называется. То есть, и неживое желание, и растительное, и животное. Все они участвуют в этом. И человек тоже. Но человек не в качестве того, что его зарезают и съедают, и так далее. Потому что все неживое, растительное, животное желание, они служат человеку. Как и в нашем мире. А человек служит творцу. То есть, уже человек всех вбирает в себя и возносит их в своей работе. Как бы приносить себя творцу, получается. Да, в итоге все свои желания, все свои четыре вида желания, неживое, растительное, животное, человек, вознести к свойству отдачи и любви. Абсолютной, безвозмездной, такой беззаветной. Интересно очень, что написано в большом комментарии. Какие виды животных принимаются в качестве жертв? Домашние животные. Творец сказал, существует 10 видов пригодных животных, как бы кошерных мы говорим. Из них три видов домашних и семь диких. Не желая возлагать на вас трудную задачу, охотиться на зверей на холмах и в полях, я объявляю семь диких животных негодными для принесения жертвы. Только три вида животных кошерных в качестве жертвы. Это бык, баран, козел. Каждый из этих животных связан с моментами жизни наших праотцов, говорится, бык указывает на заслугу Авраама, побежавшего заколоть быков, чтобы накормить своих гостей. Да. Ягненок напоминает об Ицхаке, вместо которого принесли к жертву барана. Да. Это когда был Авраам, когда он должен был принести жертву Ицхака. И козел символизирует третьего из наших праотцов, Якова, которого наставляла его матриевка, возьми двух козлят из стада и принеси их своему отцу. И сказал Творец, они действительно хороши, не только для тебя, но и для твоих потомков, через козлят будут искупаться их приглашения. Что означает вот это добавление? Именно вот это отношение... Три линии, да. Три линии, как человек должен вообще сортировать в себе желания, и с помощью каких именно желаний на самом деле он приходит к самой высшей работе. Это уже линия Якова, третья линия, средняя линия. То есть включающая в себя и плюс, и минус как бы. Поэтому они соотносят вот так вот с праотцами, да? Да. Абрамы, это как бы хэсет мы говорили. Хэсет буратифер. И каждому соответствует свое животное, получается. Ну, животное в понимании. Да, но все они, в свою очередь, являются кошерными. То есть годными, в переводе. Годными для служения ради отдачи через общество на Творца. Дальше написано. Если из крупного скота жертва его для всесожжения, то пусть принесет от самца без порока. Даже если мы повторяемся, я бы просил вас все-таки немножко комментировать. Без порока. Что значит самец без порока? Свойство отдачи абсолютное. Оно должно быть проверенное. Оно должно быть абсолютно верное. То есть нигде в нем на всех уровнях его работы в виде намерения на всех уровнях ты должен проверить, что оно действительно у тебя на отдачу, а не где-то на получение. Называется без порока. Да, потому что в то время, когда ты начнешь получать в это свойство ради отдачи, то тут ты обнаружишь, что на самом деле ты находишься в пороке. Что ты не можешь противодействовать этому наслаждению огромному, которое приходит. И не можешь отдавать. Вот допустим, ты бедный, ты голодный и так далее, и через тебя начинаешь сейчас передавать мешки с золотом или блюда с пищей. Вот. Каким образом ты можешь действовать? Вот интересно, смогу ли я выдержать? Да. Ну, это еще ничего. Мы понимаем, что есть намного больше желания и всевозможные раздражения, что ли, нашего эгоизма. Это не просто пища, не просто голод, не просто богатство, а там огромная зависть, огромная ненависть. Это порок. Нет, когда ты видишь, что ты должен своему ненавистнику и человеку, которого ты ненавидишь, который истязал твоих самых любимых и так далее, ты должен делать ему все хорошее и безвозмездно так, что даже он об этом не знает. И даже будет продолжать тебя ненавидеть. Это вообще не так. Ну, что-нибудь вот такое. Спасибо, меня поражает. Вот такие вот изуверства вроде бы. Ну, да, на самом деле так. То есть, если дело с пороком, то оно провально. Да. Грубо говоря. Нет, смотря на каком уровне. Нет, смотря на каком уровне. Да, на каждом уровне свои требования. Ну, даже вот вы не раз объясняли, и на уровне даже земном, вот, грубо говоря, Африка голодает, шлют туда массу помощи, массу всего, она голодает еще больше и больше и больше. Поэтому и шлют, чтобы голодала. Да? Да. Только для этого. Я хотел сказать, что, поскольку все равно мысли эгоистичны, все это все равно построено на гордыне, на том, что, как бы, поэтому и все провально. Это так или нет? Африка была богатейшим вообще континентом, она бы развивалась сегодня, была бы лучше Америки. Там есть все. Если бы? Если бы не завалили ее дешевыми товарами, убили эти местные производства, сельское хозяйство, а потом все. Сделали из них за одно поколение бездельников, и на этом все кончилось. И теперь их учат только воевать друг с другом. Сценарий этот был или нет? Да, разделяй власть твой. Конечно. Был. Таким образом все достигается. Наоборот, то есть, якобы, я тебе даю все, бери, то, что делает сейчас Россия. Поставляют все бесплатно, полубесплатно, неважно как, все из-за границы, ничего не надо. В деревнях разочарились работали. Да. И дальше вот такое короткое предложение. Ко входу в шатер откровения Прусь приведет его по своей воле. По своей воле к Богу. По своей воле, что это означает? То есть, своим решением, своим исследованием, своего желания постепенно сможет определить, какой из них уже готово работать на отдачу другим абсолютно беззаветно, ни в коем случае для какой-то выгоды для себя. Он должен проверить все свои желания, на каком уровне бы они ни были, и сам разградуировать их, и сам определить, до какого уровня он может жертвовать и выше какого не в состоянии. Это называется по своей воле, да? Да. То есть, ханирование проводится им. То есть, но это очень четкая работа, когда ты постигаешь именно свою внутреннюю природу относительно Творца, и видишь, что только вот до такого уровня я могу в чем-то уподобиться ему, а все остальное это просто скотина. Не может по-другому. Человек может это сделать, да? Ну, он делает это. Этим он определяет свой уровень. Он строит сам в себе эту духовную лестницу. Это вся работа с экранами из этого состояния. Да. Это антигоистические экраны. Таким образом он познает всю схему и работает активно в подобии Творцу. В той мере, в которой он может уподобиться, он в той мере и замещает Творца. Все, Творца нет. Остается человек. Она меня пугает, когда вы говорите Творца нет. Почему? Ну, так вот, нет Творца, вы говорите, как бы. Да. Мы говорим, что как бы... Подозреваем, что он есть. Идет движение к нему. Нет. Остально мы говорим? Нет. Мы говорим только о том, что мы постигаем. Если сейчас ты не постигаешь, то как он есть. Ну, то есть то, что я постигаю, то и является как бы... Вот в нас самая главная проблема, что существуют какие-то аксиомы априори, вбитые в нас, которые мы должны из себя просто выжечь, вырезать. И одна из них – это то, что существует Творец. Потому что существование Творца, оно предполагает уже, что ты находишься с ним в каком-то контакте. А ты его не должен строить, ты не должен определять, ты не должен лепить эту суть. Без человека нет Творца, и без Творца нет человека. А ты должен ее лепить, на самом деле. А ты, да, да. Поэтому Творец называется Боуре. Приди и увидь. А если ты не приходишь, ты не видишь. То есть его нет. Его нет. То есть у вас существует такая внутренняя борьба с фразой, которая говорит, что... Это по указанию Творца, то есть делается. Вот так вот, как к религии говорят. Вот по указанию Творца ты это делаешь. И все, и делается. Да, конечно. У вас есть сопротивление этой фразы, да? То есть такое... Каббала не предусматривает никаких указаний, а только возможности в мире, той мере, в которой развит человек. Так что все желание, все направление, все намерение, весь план направлено только на то, чтобы развить человека. И себя, чтобы он раскрыл, создал этот образ, который он может называть Творцом. И каждый раз он создает его все выше и выше, и Творец для него, создаваемый им, становится все выше и выше. Но это сложная вещь, которую я не советую вообще принимать и бросаться этим относительно простого человека, потому что это сложная как бы философская, хотя нет никакой философии, Каббала против философии. Это такая концепция, которая строится в человеке, когда у него проявляются новые, именно духовные, для этого основы, чувства, определения, ощущения. У вас, я как киношник, воспринимаю вот это состояние такого какого-то движения. То есть для вас одна фраза «указание» это одно, а у вас существует такое стремление и усилие, да? Которые развиваются в человеке, да? Указание, оно есть, потому что я его чувствую изнутри себя. Что значит «указание»? Где указано? И кто это выполняет, если где-то написано? Ничего этого нет, никто это не выполняет. Если эгоистически кому-то выгодно, он это делает, по своей природе. Если это по своей природе невыполнимо эгоистически, то они будут делать, потому что они смогут это выполнить. Не могу, значит, не в состоянии. Не хочу, потому что не устроен так. Понимаешь, тут нет разницы между «хочу» и «выполняю». Понимаешь, когда люди не занимаются своей природой, не берут ее за основу, которую надо менять, которую надо именно делать, как-то форматировать по-другому, тогда для них указало сделали. Ну, иди сделай. Ну, ты можешь себя изменить. Попробуй. Мы не видим, что что-то меняется. Только в худшую сторону продолжает катиться и развиваться, и все. То есть как землю ее сначала перевернуть, а потом в нее засеять? Ну, конечно. Как из природы человека, да? Да, поэтому тут какие могут быть указания. То, что указывается, если человек чувствует изнутри себя какое-то побуждение, и в мере того, в которое оно в нем растет, начинает гореть, в мере этого он работает на то, чтобы реализовать это побуждение. Вот и все. А внутри него он вдруг раскрывает какую-то новую цель. Для достижения этой новой цели необходимы какие-то определенные действия. Он не смотрит в книжку, потому что написано в книге. Это ему не поможет. Потому что если его желания другие, так то, что написано в книге, он просто захлопывает и ставит в сторону. Мы видим, что происходит со всеми религиями. Так что все действие происходит только внутри человека, только по тем параметрам, которые в нем собираются, соединяются, и уже ему говорят и им руководят. Совершенно глупо думать, что мне могут что-то сказать, в соответствии с этим я переделаюсь. Нет. Если я могу так сделать, значит, меня просто программируют. Я зомби. А как же еще? Прочитал книжку, как автомат какой-то. Я читаю инструкцию и сам в себе все переставляю. Значит, зомби. Ну, через какую-то особую технику. Тогда меня просто отключают от системного аналитического аппарата моего и так далее. И я... Программируют. Да. И я просто животное в их руках. Но я уже не человек. Человек – это тот, который с помощью именно своей свободы воли, аналитического аппарата постепенно, анализируя все, что с ним происходит, приходит к определенным выводам, которые находятся за пределами нашей природы, его природы, этого человека. И начинает понимать, что существует какой-то мостик перехода в другую природу, в другое мироздание, в другой мир. Вот здесь и начинается каббала. Это основа жертвоприношения. Это хорошо, мы этого коснули. Вот этот мостик и есть жертвоприношение. Переход, перенос своих желаний из эгоистических через узкий мостик этот на альтруистический. Это и есть принос жертв, да? По своей воле. Да. Перенос желаний отсюда туда. Одно предложение, сколько в этом глубине. Дальше идет так. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения и приобретет он благоволение во искупление свое. И дальше и зарежет тельца перед Богом. И дальше написано так. Кровь тельца... А крапит углы... Жертвенника. И со всех сторон окропят кровью жертвенник. Да. Вот это вот возложение постоянно происходит на голову. Что вот это означает? Ну и с кровью дальше работа. Вот практически со всеми жертвоприношениями так происходит. Что это такое вот? Можете мне... Хэсет – правая рука, которая должна быть выше всех наших мыслей и чувств. Милосердие. Отдача и любовь. Да, милосердие. Превыше всего. В принципе, такое свойство в нашем мире вроде бы означает слабость. Ну да. Если кто-то меня любит настолько, что все время милосерден ко мне, я начинаю этим пользоваться эгоистически. Сразу же сажусь ему на голову, что называется. Ну а в духовном мире это наоборот. Это считается самое... Основа. Самое великое свойство. На нем базируется вся духовная природа. Вот. Это хэсет. Это и называется, что мы кладем... Да, возложил руку свою, да. На голову. Да. Но это человек, который достигает такого свойства, значит, все свои желания и все свои намерения, голова это намерение, все это он подводит под уровень высшизнания. То есть вера в высшизнание. То есть все на отдачу. Это и говорится, что на мою жертву я кладу руку на его голову. Это называется, я предаю намерение этой жертве. Да. Это все, все мысли и все желания, разум и сердце находятся под властью этой новой силы, которую человек обретает, силой милосердия. А кровь, еще раз вы говорили, что это закон как бы Дин, да? Нет, во-первых, кровь это сила жизни. Это четвертая часть, самая внутренняя часть эгоистического желания. Вот. Поэтому выпускают всю кровь, из жертвы ее съедают, запрещено есть кровь. Как ни странно, нас обвиняют именно в этом. Да, что мы там. Кровь нельзя ни в коем случае употреблять в пищу, ни в каком виде. Написано, где тут. Да. И вот окропление кровью углов жертвенника, четырех углов жертвенника, это значит, что четыре стороны жертвенника, четыре угла, они означают четыре свойства эгоистических. Это нулевое, первое, второе, третье, это как неживое растительное, животное, человеческое уровни в природе человека. И поэтому из всех из них должно быть удалено эгоистическое самое внутреннее желание, которое является кровью. Вот окропление, это значит, что я вытащил все свои желания и снаружи я окропил. То есть, я этим подтверждаю, что мой жертвенник, что мое приношение, жертвоприношение, то есть, то желание, которое у меня остается выделенным из моего эгоистического желания, та часть, которая выделена, она является жертвенником, и она действительно вся альтруистическая. Вся направлена на заботу и любовь к ближнему. Вся вот кровь вокруг как-то, да? Внутри нет крови. Нету. Ну, это так символизируется в нашем мире. На самом деле, в духовном мире это не так. В духовном мире, я просто не хочу говорить, это окружающий свет, который работает против внешних келим, желаний, сосудов, которые мы не в состоянии исправить. И поэтому только внутренние свойства, они называются жертвенником. Здесь тоже надо объяснять, что такое углы, это карно там из БЭА. Да, то есть, ну, в общем, имеется в виду исправление желания, которое можно привлечь к альтруистической работе. В общем, ничего другого нет вообще во всей Торе и во всем нашем исправлении. То есть, постепенный перевод эгоизма на работу на пользу ближнего, на пользу творцу. Во всем мире существуют две силы, и между ними экран, как бы, и все время работа происходит с ними. Все, только об этом разговор. Ничего другого нет в природе. Просто так вдруг просто звучит. Сегодня вы на уроке даже сказали, вроде слышал это тысячу раз уже. И вдруг ты тык, и вдруг... А, и снова ощущение, и снова ощущение, вдруг... Потому что слышится только в той мере, в которой происходит отклик. Респонс такой внутренний. Интересно. Очень все интересно. Я бы продолжал и продолжал, но мы должны закончить эту передачу нашу, дорогие друзья. Мы продолжим дальше с вами эту главу и призвал. Еще есть у нас тут разговор о жертвоприношениях, очень интересно. Будьте с нами, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok